Тему взаимодействия района и области продолжит наш следующий сюжет. На этой неделе в Некрасовском прошло выездное заседание Комитета областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике. По самым важным объектам коммунального долгостроя вместе с депутатами проехали и наши корреспонденты. Первым делом думская комиссия проинспектировала строительство канализационного коллектора. Он, как и Пироговская станция водоочистки, входит в региональную целевую программу развития водоснабжения и водоотведения Ярославской области. Депутатов интересовало состояние объектов на сегодня и насколько эффективно используются выделенные по программе бюджетные средства. В случае с коллектором продолжать строительные работы не позволяют форс-мажорные обстоятельства. При первоначальном проектировании не были учтены подземные воды, провоцирующие движение грунта. Подрядчик ее установил буквально дня через три, в связи с тем, что практически по проекту воды нет абсолютно, по факту вода, но минус смерть, что пора. Депутаты вместе с подрядчиками и руководством района обсудили возможные технические решения проблемы. Я думаю, мы можем предложить руководству района произвести то проектирование с тем, чтобы принять правильное техническое решение и пройти экспертизу тогда и проектной части, и смертной. И после этого вытекает свою думу с целью корректировки программы с тем, чтобы этот объект был дофинансирован и закончен в этом году. В ближайшие месяцы, а точнее к дню поселка, планируется и очередной пуск Пироговского комплекса. Депутаты познакомились с технологической схемой водоочистки и обезжелезивания, оценили ее как вполне эффективную. Монтаж оборудования завершен, в настоящее время строители доделывают резервуары чистой воды. Руководитель подрядной организации Сергей Красиков заверил депутатов, что работы ведутся в графике, проблем нет. Ряд других важных вопросов развития жилищно-коммунального комплекса нашего района комиссия рассмотрела в ходе рабочего заседания с участием специалистов и представителей местной власти.